А вообще кто-то... Но тут он подумал, что роботы, если не помешают постороннику войти, то уж кончат заехать. Этот вывод помог ему расслабиться. Он завершил опорожнение пузыря и с огромным облегчением собирался повернуться и отойти к раковине. Как вдруг в уши ему ударил довольно прозрительный голос, который чуть дрожа произнес. Было же, Бейли? Бейли окаменел. Столько опасений, столько предосторожности, и он не услышал, как кто-то вошел. Значит, под конец все его внимание сосредоточилось на простеньком физиологическом отправлении, которое никак не должно было занимать его мыслью. Правда, ничего пугающего в звуках этого голоса не было, ни малейшей угрозы. Или его просто поддерживает уверенность, что если не Жискар, так Дэниел в любом случае оградили бы его от опасности, угнетал его самый факт случившегося. Ни разу за всю его жизнь к нему в личной не подходил ни один человек. И уж тем более не окликал его. На земле это было бы неслыханным нарушением приличий, а на солярии, а до этой минуты я на Авроре, он пользовался только личными. Личными. Голос нетерпеливо повторил. «Ну послушайте, вы же и Лайдж Бейли!» Очень медленно Бейли обернулся. Он увидел мужчину среднего роста, в изящно, отлично сидящей одежде, разных оттенков синего, светлокожей, белокурой, с усиками чуть темнее волос. Бейли невольно уставился на пушистые волосы над верхней губой. Впервые он видел усатого космонита. Бейли сказал, испытывая жгучий стыд, что заговорил лично. «Я, Лайдж Бейли!» Собственный голос прозвучал в его ушах, как сиклый фальшивый шепот. Космонит явно счел его фальшивым. Защурив глаза, он вперился взглядом в лицо Бейли. «Роботы снаружи сказали, что тут находится и Лайдж Бейли, но вы совсем не похожи на себя в гиперволновке. Нисколько не похожи!» «Ох уж это мне идиотская постановка!» свирепо подумал Бейли. «Видно, до скончания века всякий, с кем ему доведется встретиться, будет наперед отравлен этой немыслимой выдумкой. Никто не отнесется к нему, как к обычному человеку, способному ошибаться и терпеть неудачи. А когда обнаружит, что он не непогрешим от разочарования, сочтет его набитым дураком, он злобно отвернулся к раковине, ополоснул руки, а потом замахал ими, недоумевая, как включить сушилку. Космонит коснулся панели и словно из воздуха поймал тоненькую полоску абсорбирующего уха. «Спасибо», — сказал Бейли, беря ее, «в гиперволновке снимали не меня, а актера». «Я знаю, но ведь можно было бы подобрать кого-нибудь больше на вас похожего». Это его словно расстроило. «Мне надо с вами поговорить». «Как вы прошли мимо моих роботов?» Видимо, он коснулся еще одного больного места. «Еле-еле», — ответил космонит. «Они пытались меня остановить, а со мной был только один робот. Мне пришлось притвориться, будто мне плохо, если я незамедлительно сюда не попаду. Так они меня обыскали. Они буквально жарили руками по мне. Проверяй, нет ли у меня чего-либо опасного. Я бы привлек вас к суду, не будь вы землянином. Никто не имеет права отдавать роботам приказы, которые унижают людей». «Мне очень жаль», — сухо ответил Бейли. «Но приказы им отдаю не я. Чем могу вам служить? Я хочу поговорить с вами. Ну, вы же говорите со мной. Кстати, кто вы?» Тот словно замялся, но потом ответил. «Гремионис». «Сантрикс Гремионис?» «Совершенно верно. Почему вы решили поговорить со мной?» Несколько секунд Гремионис смотрел на Бейли, словно бы в смущении, потом промямлил. «Ну, раз уж я здесь, с вашего разрешения, я пожалую...» И он отошел к Уриналу. Бейли с брезгливым ужасом сообразил, что Гремионис... Торопливо отвернувшись, он сказал. «Я подожду вас снаружи». «Нет, нет, не уходите!» вскрипнул Гремионис почти фальцетом. «Это и секунды не займет, умоляю!» И если бы Бейли сам не хотел поговорить с Гремионисом столь же отчаянно и не опасаясь задеть его ненароком, он бы не выполнил его просьбы. Но вдруг Гремионис раздумает говорить. Он стоял отвернувшись, зажмурившись от омерзения. И только когда Гремионис, вытирая руки собственной пушистой полоской, встал перед ним, Бейли чуть-чуть расслабился. «Почему вы хотите поговорить со мной?» спросил он снова. «Гледия!» «Ну, женщина с солярия!» Гремионис растерянно умолк. «Я знаком с Гледи!» холодно сказал Бейли. «Гледия говорила со мной по трехмернику. Вы понимаете, я сказала, что вы расспрашивали про меня. Она спросила, не причинял ли я какого-нибудь вреда одному ее роботу, похожему на человека, как один из двух снаружи. А вы причинили ему вред? Да нет же! Я даже не знал, что у нее есть такой робот, пока вы ей не сказали, что я знал. Я только задавал вопрос мистер Гремионис. Гремионис сжал правую руку в кулак и нервно ввинчивал его в ладонь левой. Но он сказал напряженно. «Я не хочу, чтобы меня ложно в чем-то обвиняли. И особенно, когда такое обвинение может повлиять на мои отношения с Гледией». «Как вы меня разыскали?» спросил Бейли. «Она спросила меня про этого робота», сказал Гремионис. «И добавила, что вы расспрашивали про меня. Я уже слышал, что доктор Фастель вызвал вас на Аврору, чтобы вы разобрались в этом деле с роботом. Об этом сообщили в последних известиях. И каждое слово давалось ему с большим трудом. Продолжайте, что вы были. И я решил, что мне надо поговорить с вами и объяснить, что я никакого касательства этого робота не имел. Никакого! Гледия не знала, где вас можно найти. Но я подумал, что, может быть, доктор Фастель знает. И вы обратились к нему? Это то упражнение, которое, действительно, я правильно пишу. Это когда он заискал? Это какая-то разница. То упражнение, которое надо создать с долгоиграющим. Потому что с бутылочкой сразу никто не справляется. С тарелочкой, с яблочком все-таки это справляется быстро. А бутылочкой долгоиграющего я. В общем, я еще когда-то записал как приближение, когда уходишь, как и оставляю щенка. Мы это делали, когда-то просто ароматом. Мы, например, их туда засовывали не в корм, а палочки. Ну да, но... Критики, корм. Но, видишь, я им специально три положил. То есть об одной все-таки не хватало. То есть у них... Ну, не у каждого своя бутылочка. И у нас никогда не было так, чтобы вот так жестко сражаться. Они сражаются, потому что... Ну, они пацаны все, конечно. Понимаешь, вот это вот показать. Они пацаны сражаются за пол. Все однополые, если все. Записала на сильной клаве, что переходят к тебе, да? Ну, я все время могу перегружать. Это все-таки, кстати, не дает. Есть еще мало разного. Спасибо. 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 я у меня духу не хватило такой знаменитый ученый но гладиа сделала это для меня он объяснил ей что мы отправились на встречу с его дочерью доктором василий алиеной очень удачно